итак давайте посмотрим программное обеспечение рокот сваром графическую оболочку для настройки драйверов всех девайсов от компании рокот что-то вроде аналога engine и синапса но более продвинутой так первой вкладочки у нас имеется настройка с алиэн fx ноутбуками синхронизация потом установка вы можете установить программу сваром connect на ваш мобильный телефон и настраивать и мониторировать все с мобильника к может может быть кому-то пригодится при настройке и установки установки талков x здесь еще появляется вкладочка талков x для синхронизации мышки там к примеру с клавиатуры и так далее и тому подобное в настройках у нас пока здесь только генеральная классификация здесь сказано что автоматически ищет апдейты автоматических скачивает и предлагает вам их установить плюс ко всему в финальной версии программы будет доступна русский язык русификация очень спасибо за это им большое начальника апдейт центр здесь каждый девайс будет мониторироваться и показываться наличие обновлений плюс сама программа теперь по настройке нефа первых каждый девайс будет вас встречать вот такой вот скажем так программы страницы закладок здесь показаны три основных три основных группы настроек и каждая из групп настроек состоит из таких вот окошечек и у каждого окошечка из вот такие значок прикрепить и если вам нужны определенные настройки из этих всех трех вкладок вы жмёте это сюда прикрепить и на странице прикрепленной, скажем так, первой странице у вас сразу здесь все показано, здесь вот такие вот настройки о них чуть попозже для начала сеттинг, что у нас здесь имеется, все здесь достаточно стандартно, DPI свитчер вы можете выставлять любое значение оно у вас не скинется к примеру 461 и оно не будет скидываться поставим обратно 500 чтобы оно особо вас не беспокоило это огрехи бета-версии экран немного гаснет потом Windows Pointer Speed Double Click Speed, Horizontal Thread Speed Vertical Scroll все здесь можно настроить и также прикрепить на главный экран далее, как здесь реализована настройка кнопочек мне очень понравилось во-первых, вы здесь можете выбрать любую функцию интернет, Multimedia, Open или стандартный поставить дубляж, скажем так, клавиатуры но самое интересное мне вот пресеты здесь есть но вы можете их сами настраивать к примеру, удалим вот эту мышку кнопочку и поставим сюда вот такую вот давай, соображай, только не вылетай или вот сюда вот такую вот поставить ОК а вот сюда поставим вот большую и каждую из этих кнопок вы можете настроить что очень и очень мне нравится это они молодцы так же это можете удалить и снова вернуть на различное состояние Top Buttons можете настроить все достаточно стандартно здесь больше ничего нету Advanced Settings у нас заключается активность по осям калибровка под ковер настройка Lift of Distance настройка Pulling Rate драйвер Reset возврат к настройкам настройка настройка этих самых эффектов подсветки постоянная подсветка Blinking я не знаю не знаю я забыл это резкое такое изменение между цветов Breathing это плавное затухание Heartbeat это как сердечко стучит Effect Speed различные Color Effect и так далее и там подобное настройка звукового сопровождения все здесь имеется Parafil Manager макро менеджер я не пользуюсь макросами я их не умею составлять я не умею их пользовать посмотрим отзывы ну вот это все тоже здесь имеется вот такие вот пирожки и так дорогие друзья обладаем мышью вот у нас все боковины вытащены замочек находится в открытом положении и я допустил главную ошибку я только что перебирал все комбинации и понял что это не кнопки вот этот ряд это заглушки заглушки одиночные это заглушки четверные поэтому основные кнопки вот эти и вот эти естественно те которые вы напечатаете на 3D принтере и так к примеру я хочу собрать вот такую вот комбинацию для этого у меня будет одна активная кнопка маленькая в верхнем ряду одна будет активная большая и заглушка между ними на втором ряду у нас будет не будет активных кнопок поэтому я выберу заглушку четверную на нижнем ряде ряде у нас будет все наоборот одна кнопка в этом углу будет маленькая а большая кнопка будет нижний ряд но уже слева и так и между ними у нас будет заглушечка все мы отсюда выбрали собираем и так берем мышь в такое вот положение и начинаем всовывать все это в пазики вы прекрасно видели какие там пазики и так кнопки вставлены потом пошла заглушечка потом нижняя большая кнопка заглушечка и большая вернее маленькая кнопка нижняя так все мы поставили проверили как нажимается как прилегает и закрываем замочек все комбинация из кнопок у нас функционирует здесь ничего не нажимается и это можно использовать вот в таком вот варианте таких комбинаций может быть большое большое множество и так давайте покликаем кнопочки покрутим колесико так 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 Продолжение следует... Продолжение следует...